Всем доброе время суток. Приветствую вас на канале Корсарыч. Продолжаем играть в пиратскую игрушку. Так. Что у нас выпало? Семерка. Сотня. Так. Двойку оставим. Перебросим. Шестерка. Боссы. Так. Предложение. Это ни о чем. Итак. Что сегодня будет в видео? Мы поговорим об экономике. Сравним разные способы заработка. Все способы я рассматривать не буду. Только три. А именно контрабанду, доход от городов баз и доход от торговли. Итак. Что тут у нас за испытания? Ничего нет. Замечаем. Навыки. Значит. У меня получился вот таким образом. Откуда? И там наработались навыки за счет защиты баз. На базу нападали разные нацики. И пришлось их защищать. Пока я занимался контрабандой. Вот. Значит. Одиннадцать дополнительных науков. Тут-то без разницы как. Потому что уже двадцать девять. Все подряд. Я не комментирую. Это в общем и так понятно все. Если кому интересно, можно остановить видео и посмотреть, что это. Каждый знаменит. Они просто уже их столько, что просто все открываются. Все подряд. Так что вот они все открыты. Двадцать девятый уровень. Ну, для ранга. Вот. Все. Все открыто. Пожалуйста. Как из рога изобилия. Так. Значит. Пираты какие остались? Я никого не убивал. Только занимался контрабандой и немножко торговлей. В основном контрабандой. Значит. Остались кто? Два пирата. Франсуа и Генри Морган. Так. Откуда деньги? Деньги с контрабандой. Вот смотрите. Репутация. У меня у контрабандистов сто пятьдесят процентов. Мне просто больше надоело. Сейчас я покажу там место, где можно очень хорошо заниматься контрабандой. И вот за счет того, что нации нападали на базу, вот немножечко у Голландии и Британии репутация понизилась. Итак. Сравниваем разные способы заработка. Вот я сейчас нахожусь на базе. Давайте посмотрим на какой. На самом. Так. И давайте посмотрим на такую вещь. Так. Вот склад. Так. Склад пустой. Пустой склад. Какой доход? Обзор. Вот доход. С любой базы. Они у меня все отстроены по шестому уровню. Значит количество ядер. Количество хлопка, рома и так далее. Ну значит сколько? Давайте посмотрим. База дает за неделю денег. Вот вроде бы ничего не делая. Вот мы базу построили. Значит и деньги собираем. Итак. Три дня. Так. Ждем еще три дня. И вот. Ну платить тут у меня немножечко я набрал кораблей. Это попозже. Вот еще семь дней. Все. Смотрим. Сколько дает база. Так. Вот склад. Вот чистый, значит, недельный прирост. Смотрим. Денег у меня 85 тысяч. Продаем. Значит, давайте мы продадим все это. Так. Скат. Продать. Значит, 85 тысяч запомнили. Так. И видим, что доход-то не такой уж и большой. Вот то, что дает за неделю база, это в общем-то ни о чем. А теперь давайте посмотрим, что дает торговля. Значит. Для этого. Мы посмотрим мои корабли. Вот новые опции. Вот у меня стоит 10. Значит, 10 стоит флейтов. Почему 10? Вот они, например, флейт, Голландия. Так. Эти булочки обозначают, что какая нация, чтобы не запутаться. Вот. Вот смотрите. Вот так у меня в портах каждой нации по 2 корабля. Итого 10 кораблей на 5 наций. Значит, что это за флейт? Ну, давайте посмотрим. Вот. Флейт. Сейчас мы немножечко трюм расширим. Вот. 6-300. Значит, в такой трюм у флейта входит флейты, кстати, я купил. Потому что их ловить это долго. Вот я их купил. Вот в такой трюм входит 157 единичек табака. С каждой единички прибыль порядка 18 монеток. Значит, чего я это веду? Базу, чтобы отстроить шестого уровня, нужно потратить 15 тысяч монеток. На 15 тысяч можно купить 10 вот таких флейтов. Значит, мы вспомним 10 флейтов. На каждый флейт можно погрузить, причем не за неделю, а это прыгай туда-сюда. Я не буду сейчас это делать. Это долго, я просто теорию расскажу. Прыгай туда-сюда, можно загрузить по 157 единичек табака. Итого 157 единичек табака за один цикл продажи. Умножаем на 18 монеток. Это получается 28 тысяч с копейкой. 28 тысяч 260 монет. То есть точно. Смотрите, 28 тысяч монет с одного цикла продажи. Или неделю с базы 5 копеек идет. Значит, что выгодит? Конечно, выгодит флейты, чем отстройка базы. Но у базы есть один плюс. Ну, давайте посмотрим. Значит, какой вот это вот наша база первая. Сейчас покажу. У этой базы есть такой плюс. Вот он, плюс. Значит, корабел. Видите, вот красненький, красненькая точка. Это рубин. Значит, корабел позволяет по чертежам строить корабли. Но есть еще интересная вещь. Вот гильдия торговцев. Гильдия торговцев позволяет не следить за базами и складами, а поставить автопродажу. То есть у вас склады будут не переполняться. Можете заниматься чем хотите. Воюете там, исследуете мир, занимаетесь контрабандой. Это все пойдет на автопилоте продаж. Да, это выгодно на автопилоте. Но это долго и не так прибыльно, как торговля. Самое прибыльное контрабанда. Но у контрабанды маленький минус. Какой минус? Дело в том, что, вот я нашел место, сейчас описываю. На контрабанду вы можете только один кораблик загнать. Два не идут. Значит, получается, что выгодно, но идет кораблик один. Ну и как быть? Значит, на дом кораблики вот много там не продаж. Так, сейчас мы найдем этот город, где мне было хорошо с контрабандой. Вот так. Вот там по. Вот там по. Вот смотрите. Между этих двух городов, Тампа и вот этот вот, я не знаю, как это произнести, вот в этом месте, где я вышла, появляется стабильный значок контрабанды. Вот это я сейчас покажу. Такая зеленая бутылочка. И она никуда не исчезает. И они просят табак. Но табак в этих городах мало. Значит, если флейт подогнать, то можно торговать. Но это долго, но прибыльно. Но не так прибыльно, как на торговле. Вы продаете только один флейт. Сейчас я эту бутылочку вам покажу. Возьмем кораблик. Ну, значит, какой кораблик. Вот посмотрим, что здесь у меня. Так, ага, сейчас проще делается. Вот они, мои корабли. Так, и смотрим. Вот Шебек. Я про кораблик чуть попозже расскажу. Так. Шебека. Берем эту Шебеку и прыгнем в наш городок Тампа. Прыгнули. Смотрим. Вот он, появился значок контрабанная. О чем я и говорил. То есть, ищите на карте вот это вот, ну, такое место, где у вас постоянно будет являться значок. Вот видите, табак. И этот значок не пропадает. И если он пропадает, когда? Если вот вы поставите боевой корабль в этот город и в Тампу, то значок пропадет. Или появляются боевые корабли какой-то нации. Тоже значок пропадает. Когда на карте все чисто, у вас будет все хорошо. Значит, мы сейчас в Тампе возьмем табак, купим. Ну, спецпредложение это ни о чем. Значит, купим табак. А тут табак. У меня табак есть. Ну, запомнил. Отлично. Как раз я вот этой контрабандой занимался. Вот смотрите, что дает контрабанда. Могут перехватить, могут не перехватить. Тут дело такое. Вот это три способа торговли, из которых я делаю вывод. У вас может быть вывод совершенно другой. Вот что выгоднее всего заниматься именно торговыми операциями. Там в предыдущих видео показано, как это делается. Не обязательно флейты. Флейты, это, конечно, очень прибыль. Ну, там что-то заработали. Вот теперь смотрите. Я прыгаю. Ну, вот этот город. Как-то ел упало. Что я сделал? Атаковать. Вот это делать не надо было. Так, restart. Ну, случайно что-то не то нажал. Так. Ну, вот что-то вот не получилось. Куда-то мы туда прыгали. Так, будем искать эту самую тампу. Тампу, так. Открытый мир. Так. Ну, достаточно что-то не то нажать. И получается, что приходится опять развиваться этим прыжками. Так. Вот видите, опять вот идет табак. Вот он сейчас еще раз. Соберем. Значит, купим табак. И значок этот никуда не пропадает. На чем придут контрабандисты, неизвестно. Они могут прийти на любом корабле. Можно, конечно, перезагрузками это слить. Ну, нежелательно. Так. Ну, заработали. Так. Вот видите, значок остался. В общем, понятно, что здесь происходит. Значок никуда не прыгает. Сейчас я уберу этот кетч куда-нибудь. Он мне совершенно не нужен. А деньги кто-то так капает. Плати команде. Так. Сверху что у нас тут? Шебека. Кетч. Значит, с торговлей все понятно. Теперь дальше. Мне попался очень интересный кораблик. Какой именно? А вот попался вот этот самый Шебека. Причем, Шебека есть военная и Шебека гражданская. Давайте посмотрим при корабле. То есть, о чем я говорю. То есть, от шхуны я отойду. Потому что этот корабль получше шхуны. Вот давайте посмотрим гражданский сначала. Вот она, Шебека. Вот видите, вот она, Шебека. 14 плюс 2 пушки. Она слабее военной Шебеки. Запомнили. 14 плюс 2. 16 пушек. Военная. А военная 20 плюс 2. Вот этот вот Шебека, я ее одно время ловил в открытом мире. А оказалось, что ее можно купить в одном из городов, по-моему, с трехзвездочной. Вот этот вот Шебек интересный. Она очень интересная. Вот она даже получше будет шхуна. Давайте посмотрим. Какая это у меня Шебека. Вот это у меня Шебека как раз только пушек. Мы ее сейчас поставим на якоре. Команду я не увольняю. Почему? Значит, по одной простой причине. Что я готовлю захват, ну скажем, мановара. И вот этот самый мановар, на него нужна команда. Просто так от Шебеку топить там куда-то убирать нет смысла. А вот перебросить экипаж двумя кораблями атаковать от мановара, я его одним кораблем убью и возьму. Ну, лучше, конечно, два корабля, чтобы хватило команды забрать этот мановар. А вот смотрите, вот она, этот самый Шебек. Вот 20 плюс 4 пушки. Она улучшена по максимуму. Вот она, улучшена по максимуму. Вот она, эта Шебека. Так, вот она. Снимаем ее с якоря. Вот эта самая Шебека. Боевая Шебека. Но, прежде чем показать, как эта Шебека ходит в бою, я вам покажу еще один кораблик. Я захватил в бою правой корвет. Сначала, вроде бы, значит, было интересно, что же это за правой корвет. Где у нас правой корвет? Давайте посмотрим, вот он правой корвет. Так. Вот он правой корвет. Вот она. Хороший кораблик, но у него какой минус? А минус у него такой. Так. Ну, во-первых, экипаж. Так. Выйдем в море. Сейчас я покажу, как он в открытом мире он катается. Ну, давайте куда. Открытый мир. Для этого парового корвета Бега только из шуста. Скорость у него 17-17. Скорость у него 17-17. Это пушки. Куда эти пушки доставили? Чем помедлено? Помедлено. Но, когда мы доставим пушки, мы видим, он улучшен этот корабль полностью. У него нет ни носовых оружий, ни карманных. И его боевая ценность, вот квартиры и боковые бортовые пушки, и все. Он в этом плане неинтересен абсолютно. Я от него отказываюсь. Хотя кораблик был интересный. Этот корабль не пойдет. Мы его поставим вот так в порт. Почему? Потому что я опять хочу использовать его для захвата какого-то более крупного корабля. Вот таким вот образом. Пять человека ставим. Вот так вот. Пусть стоит. Переходим к нашей шебеке. Она у меня будет пёс войны. Эта шебека пёс войны, она так остается. Для чего? Для того, чтобы я не путался с кораблем. Зачем? Смотрим. Боекомплект в норме. Можно чуть-чуть подкупить кнопилей. Так, в магазин. Буквально там где-то. Вот так вот. И сейчас мы посмотрим, какая у нас задача. Текущая задача. Вот убить этого пиратика. Так. Где этот пиратик? А пиратик этот вот где он. Вот он. В этом городе. Сейчас мы этот город отсвигачим. Так. Открытый мир. Изменить, что он готов к отплыть. Так. Ну, поплыли. Почему открытый мир? Я уже рассказывал. Это делается для того, чтобы нас не перехватили. Страшного ничего нет в этих перехватах. Время. Теряется время на все вот эти перехваты. Итак. Вот сегодня такое видео будет. И война, и экономика. Ну, краткая экономика. Так. Вот что мы видим. А мы видим вот что. Вот они стоят. Красавцы. Вот они. Ну, давайте трубу подзорим. Второй рамк. Какой там рамк? Второй рамк. Мановары. Мановары. Значит, Мановар. Очень интересный корабль. Так. Открываем наши пушки. Заряжаем. Так. Переключаем мортирку. Все. Мы к бою готовы. Посмотрите, как Шебека ведется в бою. Это корабль более серьезный. При той же модевренности. Чуть больше угол мертвого вот этого против ветра. Но кораблик очень-очень-очень боевой. То есть я рекомендую ему Шебеку. Вот кто играет по моему вот этому методу. С мортиркой. Почему? Потому что эта игра, она довольно простенькая. Здесь нет никаких таких сложных боев с неписью. Вот с игроками там, конечно, они могут изобрести что угодно. А непись тут убивается элементарно. Зачем усложнить себе жизнь, как можно решить эту задачу таким-то образом. То есть под стопом мортиру и все, побольше что взять. Ну и больше ничего не нужно. Уйти, она уйдет от любого корабля. Против ветра и как угодно. Ну комментировать эти бои, ну какой смысл? Что тут одно и то же? У них тут эскадра такая, быстрые корабли, медленные. То есть пытаются нас взять в нехорошую ситуацию, чтобы мы где-то там затормозились и так далее. Смотрим неправление. Боковой ветер. Скорость в бою больше, чем ушло. То, что корабль очень-очень даже неплохой. И немножечко надо мортиры стрелять, что идет впереди корабля. Потому что тут, видимо, учитывается скорость движения. И получается так, что пока вот эти бомбы летят, кораблик успевает там куда-то доехать. Ну немножечко вот этот бой будет, конечно, такой нудный, долгий. Потому что не надо услаждаться и жить кого-нибудь. Совершенно спокойно. Жить и заниматься полетели священными. Кстати, кому интересны вот эти морские бои. Кому интересно действительно поиграть там, смоделировать бой. Это, конечно, игра Корсары Город Материных Кораблей. Там, да, там вы навоюетесь, наиграетесь. Если кому-то интересно ПВП, вот в этой игре. Ну, я смотрел ролики по ПВП. Начал сводиться, ну, к тому, чтобы борта дропнул. Сфигачить или челки эти вороны съесть. Вот. Попробуйте сначала с Неписью повоевать. Вот в этой игрушке, про которую я видео там снимаю. Корсары Город Материных Кораблей. Там вы с Неписью повоеваетесь. Больше, чем с реальными игроками. Там у Квестова есть караваны, Неписьи. Такие караваны. То есть там есть чем заняться. Ездишь кому-то чисто ПВП. Ну, кто-то знает, кто-то знает. Есть такая игра и фонлайн космическая. Там вся игра ПВП. Ну, кажется, один уже утонул. Почему я не спасаю выживших? Конечно, в реальной жизни, как говорится, морской кодекс это обязательно. Но тут, в этой игре, выживших спасаем мы только в каком случае. Только в том случае, когда с них там что-то выпадает. Ну, сколько я их не спасал, вот в открытом мире, ничего с них не выпадает. Выпадает только от затонувших кораблей. А здесь тратить время на это, там, экипаж у меня, он не теряется. Зачем мне? Мне так задали вопрос, поэтому я их не спасаю. И там два мешка сахара, там, и две доски. Мне нужно абсолютно. Это интересно. То есть, да, бой вот его отыграть, там, по-быстрому сюжетку пройти. Какой-то город там заходить, какой-то пират. И заниматься там каким-то другим вещами. Исследовать мир, там, прочее. Вот. Так что вот эта вот космическая игра и фонлайн. Там ПВП это вся игра. Вся игра это ПВП. Там нет такого места, где бы вас не трогали. Даже там, где вам пишут безопасно, у вас убьют только так. Причем, как только вы со станции будете выходить из ДОКа. Называется это АнДОК. Вот на этом АнДОКе у вас и срежут только так. И никакой там конкурс, там, полиция какая-то не поможет. Вы знаете, какая-то? Мало там. Если вот в Корсарах ГПК есть такие охотики с головами. Вы там репутацию потеряли, ростовщика там обидели. Или там, бог знает, что еще натворили. Вот за вами какой-то охотик с головами. То в этой игре, я имею в виду космическая, там эти охотики с головами, это не какие-то пифические, виртуальные, там, пиксельные персонажи. Это реальные люди, которым вы лично можете заплатить деньги. Вот там игровые митцы в виду. И сказать, вот этого дрока убейте, его убьют. То есть игра вот такая, что он может донять вот этого, игрового киллера. У них там целая команда есть. И, значит, сообщество, которое вот этим занимается, пожалуйста. Пираты. Там нет пиратов, вот как, допустим, вот было в игре Корсар онлайн. Там, значит, можно было играть за пиратов или за одну из наций. Там нет. Там можно стать пиратом, играя там за кого угодно. Просто начинаете убивать реальных игроков. И вы пират, все. Все. Вы пират. Теряли репутацию вы пират. Вот так вот. Просто легко стать пиратом. Вот это реально пират. За вами охотятся. Там есть охотники на пиратов. Кого вы там убили? Ну, вот в этой игре тут рейтинг. Там очки, а там нет. Там есть такая киллборда. Ну, я так подробненько рассказываю. А что тут говорить про эту группу? Хоть про эту группу, кто знает. И эта киллборда. То есть доска, где там учитываются все эти ваши убийства, все ваши достижения. Вот видите, как под это... Со сказками это все это идет. И вот, значит, на этой доске все игроки видят, кто кого как убил. Не только как убил. А что он с этого поимел и какой он крутой там ПВПшник. Представляете? Такая вот игра. Она там сейчас стала полубесплатная. Там можно играть. Но вообще люди играют, стараются не платить. Так что можно играть в эту игру и не платить. Но игра долгая. Игра очень долгая. Там прокачивание идет реально в мире. Не так вот, как я, допустим, день сидел, тут по кнопкам фигачил, утопил там кучу кораблей, получил там от травы, там уровень. Нет. Там навык учиться. И учиться в реальном времени. То есть я постал изучать какой-нибудь корабль, но он мне надо. И все. И он будет 2 дня, месяц реального времени учиться. Поэтому там круче не тот, кто по кнопкам фигачит, а тот, кто дольше играет. Вот такая вот штука. Нет там рангов, левела, там нет этого. Либо ты умеешь на этом корабле ходить, либо нет. И первый корабль, который он дает, фрегат. Но не фрегат через Е, а через И. Фрегат. Вот маленький фрегатик этот. Если вы научитесь на нем играть, хорошо ходить, то все, дальше будете играть. Не научитесь, не бросите его, ничего страшного. По крайней мере, попробуйте. Это и для тех, кто там ПВП, ПВП, там ПВП. А тут что там ПВП? Ну, поэтому вот такие вот сказки вам. Морские и космические, чтобы вы представляли хоть, как это все происходит в этих играх. Я еще раз говорю, многие это знают. Ну, кто-то играл, кто-то не играл. Попробуйте. Мне было интересно, я в эти игры играл. То есть, в одну игру играть, конечно, нет. Потому что интереса нет. Надо и переключаться, и отдыхать, и заниматься реальными вещами. Это игрушка, это отдых. Это пиратская игрушка, это отдых. Или, скажем так, знакомство с морскими боями. Просто познакомь, что такая тематика. Надо вам, не надо. Ну, поиграли, расслабились, отдохнули. Тем более, можно играть и на смартфоне, и на планшете, и где угодно. Не обязательно, это удобно, как будто. То есть, игрушка такая. Может, тут что-то дарить, там, с кем-то общаться, и так далее. То есть, все тут есть. Вот по шлюпке, видите, вот я и говорил, в одну зверь, по ней попасть. Гораздо труднее, чем по большому кораблю. Площадь шлюпки маленькая. А рассеиний ядер большой. Ну, попробуйте по ней попадать. А она вот может подъехать, паруса снять, и все. И вся война. А второй добьет. Как это нормально делается? Почему они вот и делают бой? Корабли большого класса и маленького. Шлюпчик идет. Такая вот она. Никакая. А если в бой с ней ввязаться, что это будет? Это будет торможение. Значит, тут немножко тактики. Это будет торможение. Какое торможение? Вас просто. Вот видите, у них просто однослово. Вас просто затормозят вот этим боем. А я сейчас бортовой. А пока я бортовой, он тут подъедет. Вот он-то мне бортовой залепит. А я все-навсю шлюпку какую-то убил. Ну, видите, как все делается. То есть, бой, за которым нужно все-таки немножко следить. Посмотрим. Объемную или нет. А убить ее, вот уходит сколько вот этих вот снарядов. В море. Он попал я по ней? Вряд ли. Ну, будем вот большой корабль добивать. А то и шлюпку ядрами не повечем. Вот такие вот комментарии к этим боям идут. И все бои вот такие вот. Они артотипные. Поэтому вот еще, наверное, видео я сниму. Это пиратов мы добьем. Там еще про сокровища немножко. Вот все. Так, что теперь? Теперь мы перезаряжаем. Ядрами и добиваем от шлипы. Ну, все. Сейчас ее добьем и видим и выиграем. Вот такая вот сравнение этих игр идет. Есть еще какие игры? Есть игры вот танки, да? Я еще, вот, мы победили. Видите, сколько очков? Ну, тут, значит, либертарии там. Следующее задание дает. Последний город добит. Пушки выбираем. И, видите, я опять ничего не собираю. Прыгают в этот город. Вот смотрите. Опять деньги за экипаж платить. Смотрим, что здесь. Вот он город, да? Вот по одной точечке желтой. Тут все отстроено. За заключение вот этой вот кузнецы. Вот я ее построил. И вот чтобы, если у вас, например, склад тут открытый или по одной точке, вот это все до шестого уровня добить, это 15 тысяч или 10 флейтов. Теперь немножко расскажу про мановар. Вот видите, опять, навыки. А куда их? Вот видите, у меня два навыка. Тут дальше что происходит, когда все запомнило? Вот тут обмен. Значит, когда вы уже 29 умений открыли, 29 вот этих навыков, значит, можете вот это поменять. Каким? Да, вот таким вот. Вот я поменял. Вот обмен. Все. Закрыть. Ну, вот на ремпакеты, на эти на ремкомплекты, все мы это меняем. Значит, теперь дальше. Про мановара и закончим. Значит, посмотрите. Очень интересный кораблик военный. Если вот кто играет на больших кораблях, это корабль, как раз он промежуточный между первым рангом и вот, ну, какими-то, ну, какими-то кораблями. Фрегат. Вот смотрите, что такое фрегат. Вот видим. У него прочность бортов 100 плюс 100, ну, и так далее. Там пушки, да? А вот теперь посмотрите, интересно. Мановар, прочность 339, 54 плюс 4 пушки. Смотрим дальше. 280, а там сколько было? А там было 339. Видите? 2-го ранга, не такой прочный. Чуть побольше пушек. А у него скорость ниже. Вы посмотрите. Мановар. Скорость, видели? Скорость 6,3, 9,6. Вы 83 градуса. А вот вам второй ранг. Уступает мановару. Да, уступает. Единственное, вот первый ранг. Но он медленнее мановара. И преимущество в пушках гасится вот этим большим углом 90 градусов и скоростью. Он не догонит мановар. А мановар может в борта поймать ядер столько же, сколько первый ранг. И если грамотно маневрировать мановаром, то можно и первый ранг потопить, и второй ранг потопить. Ну, премиум корабли. Вот многие гонят за премиум. Вот куплю я премиум, там за какие деньги, не такие большие. Ну, для кого какие. И вот я буду там крутой. Нифига. Вот давайте посмотрим. Летучий голландец. Чуть больше пушек, чуть больше прочность бортов. Если вы не умеете играть на корабле военном, и вот эти вот там количество чуть-чуть больше пушек, чуть-чуть там больше прочность, чуть-чуть там это, вас не спасет. Если вот, я еще раз повторяю, вы не умеете играть тактику, вы это не освоили, ничего вам, никакие пушки не помогут. Поэтому отрабатывайте тактику. Учитесь играть там, ПВП в каких-то играх. Если вас действительно тибатик интересует. да у вас будет результат и так, я с вами прощаюсь до следующего видео, все вам доброго